Давайте еще раз взглянем на общую схему компиляции. Изначально у нас есть некоторое количество файлов с кодом, и мы скармливаем их компилятором. Компилятор обрабатывает каждый файл отдельно, и на выходе получается объектный файл. Этот момент очень важен, потому что, в принципе, он может происходить в разное время, на разных компьютерах, в разных точках земного шара. После этого, чтобы соединить все эти файлы, происходит линковка. В этот момент все файлы должны быть уже скомпилированы и отданы компоновщику. Компоновщик проставляет связи между всеми этими файлами. То есть, например, если здесь вызывается функция foo, определенная здесь, то будет выставлена такая вот ссылка. И в результирующей программе все ссылки будут уже проставлены. Получится единое целое.